Быть или не быть таможенный союз или союз с Европой. Почти шекспировские страсти кипят в стране. Острой специей в этом котле стало заявление России о том, что с 1 января 2015 года украинцы смогут пересекать границу исключительно по загранпаспорту. Не получился из Украины коллега-сотоварищ по евразийскому пространству. Значит он становится обычным иностранным гражданином, обычным иностранным государством наша Украина по отношению к странам таможенного союза и все. И ничего более. Только по официальным данным в России живут и трудятся более полутора миллионов украинцев. А сколько наших сограждан прошли мимо федеральной миграционной службы? Россия менее сейчас показывает, что она заинтересована в Украине, чем Украина в ней. Но наше руководство упрямо не хочет этого замечать. Не исключено, что заявление Российской Федерации просто шантаж, определенный рычаг, нажав на который наш сосед хочет остановить интеграцию Украины в Евросоюз. Но участники сегодняшней конференции уверены, что голопом в Европу нашей стране и не нужно. В рамках согласования своей технической документации с производителями Евросоюза мы должны будем в течение 10 ближайших лет уплатить 165 миллиардов евро. На протяжении этих первых 10 лет нашей продукции на том рынке ничего не светит, потому что она не соответствует их стандартам и их пониманию. Организаторы встречи считают, что в Украине и в том числе в Одессе может начаться лихорадка по загранпаспортам, а виры будут перегружены, расцветет коррупция и жизнь семей разделенных украинско-российской границей серьезно осложнится. Поэтому нужно требовать от президента решения вопроса по доступности загранпаспортов или дипломатических переговоров с РФ, считают общественники. Мы решили провести пресс-конференцию, чтобы обратиться к нашему правительству и президенту, что есть эта проблема у нас в выдаче этих загранпаспортов, что украинцы массово ездят в Россию, да, особенно огромное количество там работает людей. У России и Украины есть еще год, чтобы прийти к какому-либо соглашению. Если ситуация будет развиваться в этом же ключе, вполне возможно речь будет идти не просто о загранпаспортах, но и о визах. А кому это нужно? Вряд ли родственникам, живущим по разные стороны границы. Ксения Ноздрова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.